Всем привет! Меня зовут Костя Фолстон и сегодня я буду вещать о роскошной жизни одного из главных и топовых футболистов одного из топовых клубов российской премьер-лиги. Да, сегодня мы будем с вами созерцать роскошную жизнь Ярослава Ракицкого. Погнали! Первым делом нужно отметить тот факт, что карьера Ярослава подтверждает старинную поговорку От любви до ненависти один шаг. До 19-го года футболист защищал цвета украинского шахтера. В системе этого клуба он провел практически 16 лет. При этом всем он получал очень приличные деньги около 2,5 миллионов евро в год и по праву считался одним из ключевых игроков как шахтера, так и сборной Украины. В Зените он получает примерно такие же деньги, но при этом при переезде в Питер Ярик получил подписной бонус в размере 5 миллионов, а это считать как 2 года его работы. Ну ему 30, уже карьера подходит к финальной фазе, почему бы и не подзаработать. Но украинские фанаты явно этот ход не поняли по естественным причинам. Не очень хотел бы сейчас разводить политические срачи и вас не призываю заниматься этим в Ковентах. Я просто констатирую факт. Естественно, что в сборную его тоже перестали вызывать. В целом украинских фанатов понять более чем можно. Лично я бы тоже не сказал, что трансфер Шахтер-Зенит это суперское повышение. Шахтер крутой клуб, масштабный, титулованный, который на Евроарене выступает даже получше Зенита. Вон недавно хлопнули Реал на выезде. По сути разница была только в 5 миллионах подписного бонуса. В общем вы поняли. Фактически если говорить языком футбольным, то Рак перешел в стан принципиальных соперников и цена этому была всего лишь 5 миллионов. Короче, все мы поняли, что сейчас Ярослав получает 2,5 миллиона евро в год, а это примерно 50 тысяч в месяц. Очень приличная зарплата для СНГ футбола. Поехали смотреть, на что он их спускает. Ну а перед этим у вас есть возможность попасть в мой следующий видос. Сейчас на экране появится облик футболиста, а вы должны будете угадать его за 3 секунды. Первые 5 шустряков попадут в мой следующий ролик. Ну что, готовы? Время пошло. Не нужно быть математиком, чтобы понять простой факт. У футболистов проблем с жильем нет. Либо клуб оплачивает съем жилья, либо у самих футболистов классная зарплата, и они могут позволить себе шикарные квадратные метры. Пока на востоке Украины не было боевых действий, Ярослав с женой прикупили себе классную двухуровневую квартирку в Донецке. Она была не сильно большой по площади. На первом этаже находилась большая кухня-гостиная и первый санузел, а на втором две спальни и соответственно второй санузел. Кстати, после перехода в «Зенит» Ракицкого упомянул самый масштабный спорт-журналист России Василий Уткин. Написал, что перед Евро-2012 смотрел о нем сюжеты и увидел у него в квартире унитаз золотого цвета. На изделии золота он еще не насобирал, но роскоши, как у бывшего президента Украины, тоже хотелось. Благо, хоть позолоченный батон не попал в кадр. Сам Рак, к слову, в одном из интервью признавался, что у него в ванной не только унитаз покрыт золотом. После начала боевых действий в Донецке клуб перебазировался в Киев. В столице он, как и многие игроки шахтера, жилье снимал. Учитывая также, что он всего год живет в Питере, наверняка снимает квадратные метры и там. Хорошее жилье, как известно, в Питере не за листики арендуется и Ярику приходится отваливать 250 тысяч рублей за аренду более-менее приличного по футбольным меркам жилья. Так вот, Ракетский вместе с семьей живет в шикарном доме на Крестовском острове. Учитывая, что у семьи собака породы маламут, площадь перед домом просто огромна и есть выход к воде. Там Ярик не только играет с псом, но и периодически рассекает на мотоцикле. Интерьер дома, как сейчас модно, сделан в светлых тонах, чтобы подчеркнуть большое пространство. И в целом дом выглядит очень уютным. Как он, кстати, вам? Согласились бы туда переехать? По северной столице Ярослав передвигается тоже не на метро. Еще в юности мама предсказала ему Порше. Да, ребят, так буквально и сказала. Станешь футболистом, купишь себе Порше. Не знаю, как насчет футболиста, шучу, конечно, но Порше у него точно есть. Достаточно универсальная модель Каен. Если зайти на их официальный сайт, то становится понятно, что базовые комплектации этой тачки стартуют от 90 тысяч долларов. Ну, два месяца на Мивине пожил и прикупил себе Порше. У нас, как бы, все студенты себе такие айфоны берут и ничего, живые. В Питере Ярик обзавелся второй машинкой Мерседес. Порше это, конечно, прекрасно, но почему бы не прикупить себе такую же тачку, как у Гендира Медведева. Мерс С63 выглядит достойно и стоит больше соточки в нищебродских комплектациях. Теперь пора поговорить и о семье. Все же Ярик – представитель более старшего поколения футболистов. К слову, я тут провел масштабное исследование и на глаз определил, что раньше футболисты женились в более юном возрасте, нежели сейчас. Ярик – не исключение. Со своей супругой Олей они познакомились, когда защитник бороздил убитые поля за «Шахтер-3». Тогда ребятам было всего по 16 лет. И Ярик и Оля выросли в бедных семьях, поэтому помощи от родителей не получали. По словам супругов, тогда для них были очень тяжелые времена. Порой они жарили одно яйцо на двоих. Когда им стукнуло по 20, они поженились. Оля, собственно, тоже не сидела на месте и занялась вокальной карьерой, несмотря на то, что по образованию она финансист. Не сказать, что особо успешная карьера была, потому что и особой необходимости в этом не было. Выпустила пару-тройку крепких песен, чтобы слушать на семейных праздниках. А вот за годы совместной жизни пара решилась на двоих детей. Девочку и мальчика 17 и 19 года рождения, соответственно. Девочку назвали Ярослава, а наследника Артем. Он, к слову, родился уже в Питере. Все футболисты в свободное время чем-то такие занимаются. Кто-то играет на приставке, кто-то рыбачит, а кто-то бьет новые тату. У Ракицкого все это есть, но по чуть-чуть. В 2010 году Ярик дал интервью, где сказал, что хобби у него особых нет. Так, люблю на речку поехать искупаться. Эта фраза, на мой взгляд, на большое хобби не тянет. Но это было 10 лет назад. Сейчас, глядя на инстаграм и Ярика, и его жены Оли, видно, что защитник просто обожает проводить время с семьей, а где и как, не важно. Часто в профиле его жены можно увидеть фотки с путешествий. Во времена украинской карьеры Ракицкий любил порыбачить. Сейчас же Ярослав повзрослел и не брезгует сам приготовить даже морепродукты. Не знаю, как это у него получается в итоге, но молодец, что радует жену. После того, как Ракицкий перебрался в Зенит, контакты со многими футболистами Шахтера и сборной Украины сошел на нет. Но все-таки у Ракицкого остались настоящие друзья. Например, Женя Коноплянка, о котором я тоже делал видео раньше. Коно и Рак прям корешат. Хотя они даже не играли за один клуб, а пересекались только в сборной Украины. После того, как Ракицкого перестали вызывать в сборную, Коноплянка не раз заявлял, что Ярика не хватает национальной команде. А также отмечал тот факт, что Ракицкий не только великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек. Ладно, давайте не будем о грустном. В Зените Ярослав неплохо сдружился с Дзюбой. У Ярика в НСЕ хватает совместных фоток с Артемом с матчей и раздевалки. А теперь пришло время назвать победителей из видео «Роскошной жизни Каутиньо». Там я попросил вас написать хотя бы 5 футболистов на букву «К», кроме Каутиньо. И вот мои победители. Молодцы, ребят. Я даже не думал, что у меня в подписчиках так много знающих людей. Красавцы. А у меня на этом все. Что могу сказать в итоге? Ярик крутой и топовый защитник, который доказывает свое превосходство над другими футболистами, уже в Зените. Ну а с вас жду лайки и подписки. А с меня классные видео. Пока-пока. Увидимся. Не скучайте. Субтитры сделал DimaTorzok